Середа Пётр Иванович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой частного медицинского университета Киевский медицинский университет. Вновь созданного бальзама и вот методика, в процессе которой, собственно говоря, используется фитобальзам, методика Healthy Tonzils. И таким образом фитобальзам, который предложен для лечения хронического танзелита, адониита, он в своем комплексе терапевтическом содержит широкий спектр терапевтических векторов действия. Еще раз повторяю, это прежде всего антибактериальные действия, то есть направленные на возбудителя, это противовоспалительные действия, это стимулирующие иммунную систему. И безусловно, вот это комплексное действие фитобальзама дает хорошие результаты, он эффективен при этом, дает возможность практически 100% излечить таких хронических больных и таким образом уберечь их от необходимости проведения хирургических операций. Далее, фитобальзам очень эффективен как профилактическое средство, потому что профилактика инфекционных заболеваний это наиболее эффективный метод. Есть такое выражение, давно известное, что пожар легче предупредить, чем его тушить. Вот это как раз в полной мере подходит к нашему случаю, потому что инфекцию всегда действительно легче предупредить, создавая определенный статус иммунной системы, повышая этот статус, защитные функции организма повышая, и таким образом он становится устойчив к инфекциям. Это особенно актуально, скажем, и в сегодняшний день, когда мы находимся в состоянии пандемии, вызванной ковидом. Поэтому, перебрасывая такой мостик между проблемой сегодняшнего дня ковид и, собственно говоря, то, что я сказал, фитобальзам, дело в том, что при ковиде страдает прежде всего дыхательная система, не только глубокие ее отделы, такие как бронхи, легкие и так далее, но и верхние дыхательные пути, которым относится, собственно говоря, глотка, гортань, там, где находятся миндалины, и там, где возникает патологический процесс, известный под названием ангина, который потом может перейти в хронический танзелит. Поэтому, естественно, профилактика при помощи фитобальзама, развитие ангины, поражение верхних дыхательных путей и так далее, это определенным образом и профилактика, ну, острой инфекционной патологии верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей, ну, и, конечно, это, может быть, очень смело бы сказано, профилактика ковида и тому подобное. Поэтому я со всей ответственностью могу сказать и заявить, что использование фитобальзама, оно очень перспективно, еще раз повторяю, как в плане профилактики инфекционных заболеваний, вот, простудных заболеваний, известных под простудными заболеваниями, более тяжелых заболеваний, так практически для профилактики любого инфекционного заболевания, поскольку, еще раз повторяю, миндалины – это, по сути, ворота на пути инфекции, на пути ее попадания в организм. Сейчас преимущественно используется для фармакотерапии препарата синтетического происхождения. Они имеют массу побочных эффектов. Это чужеродные вещества для организма. Фармацевтическая работника основная цель – это получение прибыли. Для врача главное – получить эффект, терапевтический эффект, лечебный. Поэтому любой врач скажет «Я за фитобальзам». Много лет работаю в сфере фармакологии, фитофармакологии, поэтому мне доставляет удовольствие представить новый метод лечения хронического танзелита и адониита с использованием лекарственных препаратов на основе природного сырья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова